Всем привет, мои хорошие! Ну что, я сегодня дома, и давайте сегодня мы с вами приготовим обед. Значит, ну, тех, у кого панкреатит, да, тем, кому назначен пятый стол. Мои хорошие, я, конечно же, хочу этим видео, и вот сколько я делаю видео, дать вам понять, мои драгоценные, что, ну, не все потеряно, да. Мы можем, как бы там ни было, мы можем себе позволить хоть как-то питаться, хоть немножечко, ну, чтобы было вкусно. Конечно, я понимаю, насколько это трагично для нас, как это вообще, блин, у нас забрали сладость, у нас, ну, ничего нельзя. Не, можно как-то заменять все это, можно. Ну, давайте будем. Сегодня, я, знаете, решила приготовить суп с фрикадельками. Ух ты, увидела у меня. Ну, вот я о чем и говорю, секундочку. Так, мои хорошие, сегодня у меня будет суп из фрикаделек. Значит, овощной суп рисовый с фрикадельками. Вот так вот, да. Значит, что у меня еще будет? Сегодня у меня будет овощное рагу с куриной грудкой. И сегодня я еще хочу наготовить компот. Еще сегодня у меня будет компот. Ну, это на третье. Ну, вот такой вот у нас будет обед. Так что, ну что, давайте готовить. Конечно же, мы все должны знать, что бульоны у нас должны быть только овощные. Особенно те, у кого, ну, обострение идет. Вот сейчас, на данный момент идет обострение, да. У меня вот тоже нет-нет схватывает. Но это вот, похоже, связано все-таки с моим неправильным сном. Неправильно я сплю. Сутки работаю. Потом сплются днем. Вообще мне не подходит, похоже, этот график очень сильно. И меня стали беспокоить. Вот я же две недели была в отпуске. Не беспокоила же ничего. А это стали меня опять приступы, это беспокоить. Короче, ладно, сегодня, значит, давайте готовить. Фрикадельки я делаю отдельно. Значит, потом уже, когда буду готовить овощи, я их туда уже готовые, но переложу. То есть, у меня и так получается овощное рогу будет на курином, на грудочном бульоне. То есть, для меня этого достаточно выше крыши. Фарш. Так, давайте вот так, что ли, я повернула. Да. Вот я приготовила, ребят. Вот это вот у меня будет идти, значит, на... Так, ребят, вот эта грудочка, которая вот я уже сделала, это на рогу будет идти. Значит, вот это вот у меня я приготовила фрикадельки, которые сейчас я буду запускать, уже готовить. Водичка у меня вскипела, именно вскипяченную воду. Единственное, что я туда докладываю, ну, вот лавровый листочек. Знаете, вот чтобы хоть немножечко, вот лавровый листочек поварится, потом я этот бульон выливаю. Фрикадельки готовы уже будут в овощном бульоне. Так. И, конечно же, овощи, которые у меня пойдут. Значит, картошка у меня пойдет на суп. И на этот... Еще сюда у меня, знаете, что пойдет? Это тыква, кабачок, морковка. Морковка половина на суп, половина на рогу. Одну я исполнила. И еще у меня пойдет в овощное рогу капуста цветная. Так что, ну, все, давайте будем готовить, в принципе, ингредиентов вот так вот сегодня. Ну, такой, я так считаю, что у меня сегодня прям такой насыщенный белковый обед. Довольно-таки. Эти фрикадельки у меня с говядины. Говядина. Значит, чистая говядина. Абсолютно ничего, даже фарш не солю. Ничего не делаю, готовлю фрикадельки. Единственное, добавляю одно яйцо. Вот почему я говорю слишком такое белковое, да? Сегодня я с утра не кушала яйцо. Вот я решила его использовать в фарш, в приготовлении фарша. Значит, даже не солю. Потом, когда супчик немножко подсолю, нам всего положено 20 грамм. Ну, вот в сутки соли. Вот представьте, по-моему, 20 грамм, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вообще маленько соли. Я вообще делаю маленько, я привыкла уже. Так что давайте будем готовить. Я думаю, что у нас получится вкусная рагу и вкусный супешник. Давайте. Так, я включила водичку. Сейчас первым делом я хочу запустить куриную говку. Пусть она у меня варится. Скажем так, тушится. Пусть она у меня тушится. Так, водички немножко сюда тоже я уже налила. Конечно, грудочка уже мытая, приготовленная. Шкурки у меня нету. Шкурки у меня нету. Шкурку я убираю даже с грудки. Абсолютно мне будет достаточно то, что выделит. Какую жирность даст мне грудка. Вот не этого. Ну, достаточно будет. Я, конечно же, покрою ее водой. Полностью. Сейчас у меня даже воды-то в этом не будет. Сейчас она стекет. Пусть пока она так поварится. Вода у меня сейчас стекает. И мы с вами ее добавим. Так, ладно. Пусть немножко вот так покипит. Не надо нам сильный огонь. Мы сделаем более поменьше. Так, теперь у нас вот эти вот пусть... Водичка пусть закипит. Единственное, что я сейчас сюда кину лавровый лист. Ну и то, это, знаете, это вот чисто, чтобы немножко... Они будут... Это отдельно. Этот бульон я вообще использовать не буду. Вот вообще. Я его вылью. Так, сейчас закинем наши фрикадельки и будем готовить овощи. Ребята, то, знаете, я, короче, решила, что я все-таки грудку этот бульон сниму. Сниму другой. Ну, вот сейчас она поварится у меня. Я вылью и налью другой. Не хочу даже рисковать. Даже на курином вот на этом бульоне. Ну, нельзя-нельзя. Поставила уже, значит, на компот. Моя водичка на фрикадельки закипела. Так что фрикадельки я опускаю. Сюда я закинула лавровый листик. Я вам говорила. Ива, что случилось? Что, Ива? Без меня ты можешь сходить без меня. Я тебе все там поменяла. Все поменяла. Видите, какой кот у меня. Мое присутствие везде надо. Это же я на сутки на работу ухожу, и он ходит терпит. В туалет не ходит. Представьте. Вот насколько все-таки... Да, я этот все-таки поменяю сейчас. Такая наваристая. Ива, что случилось? Что? Ну, все слышат тебя, да? Все слышат, и все тебе тоже передают громадный привет. Вот все, я прям уверена. Все, кто смотрит, тебе передают привет. Что ты ж так надрываешься, прям орешь. Так, все, наши фрикадельки запустили. Ой, поменьше тоже это мешаете. Знаете, вот не так, как я, с такой силой. А потому что это вообще не подходит для мешания. Надо более такую, другую. Вот лопаточка. Самое то. Все, ребята, эти бульоны, их не жалко. Пусть они вот хоть какие будут. Мне их не жалко. Все, вот этот я сейчас сливаю бульон. И в новом бульоне... Так, ребят, короче, я уже промыла. Новую воду залила. Видите? Новая чистая вода. Значит, запускаю свою грудочку. Уже сейчас на... Ну, на варево. Все, она теперь уже будет вариться. Скажите мне, что это заморочка. Нет, это не заморочка. Это... Ой, сейчас. Ой, будь здорова, Светлана. Это... Мы бережем свое здоровье. Стараемся, по крайней мере. Раз было оно так запущено, то теперь нужно хоть как-то его восстанавливать. Так, мои фрикадельки. Конечно, я их буду шумовкой доставать из этой воды. Потому что здесь такая она... Пусть они... Вот еще прям 5 минут они у меня еще... Пусть хорошенько проварятся. В 5 минутках. И все. Будем сливать это. Значит, и делать овощное. Давайте готовить овощи. Так, ребятки, ну, первые овощи мы с вами делаем на рагу. Значит, картошечку. Вот так вот. Вот она у меня не была. Вот такими вот я делала. Картошечку. И оставим на супчик. Обязательно. Ну, если уж сильно, допустим, картошка, то делайте и режьте как-то. Я вот ее покрупнее делаю. Это же рагу. Это же будет рагу овощного. Я две картошечки оставлю на супчик. Две. Так. Все. Это вот. Сюда. Теперь, ой, моя любимая. Моя любовь. Любовь моя. Моя любовь. Без нее у меня ничего уже не готовится. Все с ней. Сейчас мы нарежем вот такими вот она у меня квадратиками пойдет на рагушечку. Так вот, так вот. Надо будет побольше, наверное, взять посудину. Все-таки у меня, а, у меня же еще, ребята, так, у меня вот сейчас тыква. Ну-ка, подожди, пока не буду. У меня же еще кабачок. Я, как бы, мне не сделать так, знаете, что. Кабачок тоже крупными. Это рагу, мои хорошие. Все крупненько режьте. У меня же еще сюда капуста идет. Вот в чем вопрос-то. Капуста, картошка, кабачок и половина морковки. Половина морковки, потому что половина другая пойдет на супчик. Морковочку я порежу такими, знаете, как кубиками. Вот такими вот. Это морковочка. Так, сейчас у меня уже фрикадельки, кричат мне уже, хватит нас варить. Так, хватит нас варить, кричат мне фрикадельки, да? Сейчас я решу, что мне с тыквочкой сделать. Буду я ее дорезать или не буду? Сейчас я посмотрю, мои хорошие. Сейчас я овощи закину и посмотрю, буду ли я дорезать тыквочку. Потому что у меня еще капустка идет. Скорее всего, что тыквочку нет. Так что давайте будем смотреть. Так, ребят, ну короче, вот вы видите, да? Значит, вот такой вот у меня получается бульончик. Этот я уже фрикадельки достала. Новый заливаю. Все. Значит, вот такой вот. Я сейчас сюда опускаю наши овощи, которые я нарезала. С тыквой я еще не решила. Сейчас я посмотрю. Сейчас мы наши овощи. Они все вместе варятся. Тем более, это у нас рагу, не забывайте. О, ребята, у меня капуста куда зайдет? А у меня капуста куда зайдет? А я еще хотела тыквы. Представьте. Ну, зайдет, зайдет. А они уварятся. Вы не забывайте, все это уварится. Мы же будем сейчас тушить это все на медленном огонечке. Но капусту я точно сюда закину. Пусть немного, но закину. Так, сейчас я ее помою, потому что все-таки упаковка магазинная. Пусть у меня ее будет немного, но будет. Это точно. Капусточку не хотели положить. Как это так? У нас, считай, получается, ведь на двоих я завтра ухожу на сутки. Вот у Никитки будет что кушать, знаете. Уже все будет готово. Хотя он сам себе готовит. Он парень молодец. Он готовит сам. Вот все, видите, положили. Водичка там у нас есть. Ей, это значит, ну, овощам есть, как тушиться. Пусть тушится. Все, и закрыли это все дело. Хороший медленный огонь. Как только я увижу, что оно прям будет пыхтеть, мы сразу же с вами это все дело сделаем медленнее. Теперь, теперь моя задача с вами. Готовим суп. Так, ну вот, мои хорошие, рис я приготовила. У меня же будет суп с фрикадельками. Вот фрикаделечки отварились. Ну, вот такие вот они у меня получились. Так, рисовый. И вот, значит, у меня мои какие овощи идут. Всего две картошины. Вот думаю, а, блин, может, еще надо добавить? Хотя, с другой стороны, у меня и так овощей прилично. Понимаете? Я, знаете, я хотела с этой сделать, скажите мне, с рисовой лапшой суп. А потом думаю, не, не буду рисовую лапшу. Это же, знаете, своего рода тоже такой на пятом столе, как деликатес. Когда ты скучаешь. Греченовую лапшу вот я люблю. Ну, полюбила. Полюбила. Думаю, не, ладно, обычный рис использую. Не буду. Так, что-то у меня там прям стучит. Прям просится на... Говорит, Света, обрати на меня внимание. Что это у меня? Рагу мое? Нет, не рагу. Компот? Компот хочет. Сейчас начнем тебя компот варить. Рагу еще... А вот, и рагу начало кипеть. Все, я делаю намедленно огонь. Все, пусть оно теперь у меня все это томится на медленном огне. Все замечательно. Сейчас мы супчик. Значит, первое, я что, сначала картошечку закину, а потом уже рисик. Ну и морковочку я все-таки думаю, что я... Я хотела ее маленько подтушить, а потом думаю, да нет, не буду. И так будет вкусно. Ребят, я научилась, знаете, я немножко куркумы добавляю. Вот, допустим, чтобы цветность у меня такая красивая была. Я ее не буду ни на терке, ничего. Вот так вот я ее сейчас сделаю соломкой. Порежу. Ну, если питаться правильно, то, блин, надо питаться правильно. Чего? Выдумывать, там маленько поджарить нельзя. Панкреатит не шутит. Вот такая вот у меня будет соломочка, нарезанная морковочка. Немножко у меня сейчас поварится картошечка. Поварится немножко рисик. И я потом вот запущу морковочку. Фрикадельки, конечно, в последнюю очередь. Они готовы уже. Естественно, зелень. Зелень, пожалуйста, зелень никто не запрещает. Зелень можете кушать, и все у вас будет и красиво. Да, будет хорошо. У меня уже, в принципе, скоро обед. Как раз у меня все сготовится. Мы с вами пообедаем. Никитка у меня сегодня поздно приходит. Так что мы с вами пообедаем. Ну, вот такой вот у меня она суп. Так что, как только мой супчик закипит, моя водичка, и мы сразу будем. Я пошла готовить компот. Так, мой компотик уже, водичка у меня закипела. Что вам хочу сказать? Ягоды обязательно промывайте. Обязательно. Я просто много знаю случаев. Люди покупают, сразу закидывают. Ну, не надо ягоды обязательно, ну, фрукты промывайте. Хорошенько их промыть. И все. И наш компотик. Ну, я сюда, я потом вам покажу, что я еще сюда добавляю. Вот сейчас вот он пусть прям хорошо у меня прокипит. Кто-то это делает, воду заливает и варит вот так. Я делаю в кипящую воду. Каждый компот варит по-своему. У меня вкусный компот получается. Так что пусть вот он у меня, малыш мой, кипит во все, варится. Я его сделаю потише немножко. Потом я покажу, что я еще сюда добавляю. Так, что теперь мы смотрим с вами? Вот, видите, кипят, кипят мои драгоценные. Немножко я хочу верхушка. Ой, хорошо, прям хорошо. Ага. Замечательно, давайте. Все, мне надо, чтобы это все выпарилось, прям хорошенько. Все-таки это же будет рагу. Так, что я единственное, что я только подсолю, это все дело. Подсолю. Конечно же, немножко добавлю куркумы и немножко добавлю паприки. Но это естественно. Я без этого не могу. Мне надо хоть какую-то приправочку добавить. Ну, из тех, которые разрешенные. Так, что вот так вот. Пусть она, пусть она кипит. Красота наша. Так, что с нашим супиком сюда я уже могу запускать картошечку. Я сейчас запущу картошечку. Картошечка немножко покипит, и я следом запущу рисик. Как только у меня что начнет здесь бурлить, свистеть, мы обязательно с вами увидимся. Так, ну что, у меня здесь уже во все кипит. Вы знаете, я уже, конечно же, сюда добавила рис. Уже добавила рис. Значит, вот у меня картошечка, рис варятся вовсю. Вовсю варятся. Теперь, мои хорошие, что мы с вами делаем? А делаем мы с вами... Теперь я вам покажу. Вот, смотрите, у меня вот такой вот... Сейчас вам покажу. Так, это мы с вами закроем, пусть варится. Вот такой вот у меня сахар, я вам показывала, да, уже говорила. Заменяет, вот, сахар. Видите? Он у меня заменяет 5 килограмм, вот эта баночка. Видите, какая ложечка? Ложечка, видите, какая? Малявка. Короче, ложим сюда сахарку. Раз, два, три. Обычно я делаю 5 ложек. Четыре, пять. Все, ложку ополоснем сейчас. Потом попробуем на вкус наш компотик. Посмотрим. И еще, ребят, что я делаю еще? С компотиком. Так, у меня вот такой вот есть лимончик. Заменяет лимон. Значит, я немножечко, обязательно, немножко, вот у меня такая ложечка, да, ну, я ее даже не полную делаю, если честно. Вот. Видите, вот так. Доливаю сюда. Все. Сахарок, это все здесь, оно перемешалось. Уже компот, можно сказать, готов. Сейчас будем пробовать. И пусть остывает. Вот все, я сахар все добавила уже к нему. Сейчас попробуем на вкусность наш компотик. Он готов уже. Уже ничего, больше, ничего там не нужно абсолютно. Так, это я возвращаю в холодильник. Сейчас мы с вами попробуем, какой же у меня компотик получился на вкусность. И закроем крышкой, пусть стоит. Все, что надо. А, вы знаете, нет. Я бы еще лимончик кислоты. Сладкий получился нормально по сладости. Представьте, пять таких маленьких ложечек. Вообще. А вот кислинки не хватило мне. Так что можно такую чайную ложку полненькую делать. Вот на такую кастрюлю. Ну-ка, сейчас попробую. Тоже больно-то кислости нельзя много. Но чуть-чуть хочется кисло-сладкое, знаете, такое, чтобы было. Так, ну-ка. О! О! Все! Самый самолет. Все, больше ничегошеньки. Отключаю. Закрываю крышкой. Все, пусть стоит. Стоит до лучших времен. Наш, значит, суп вовсю здесь бултыхается. Я уже настолько медленно его сделала, а он все равно у меня. Прям. Это тушится. Это пусть тушится. Прям вот хорошенько, видите, как она тушится? Прям вот так вот пусть хорошенько все это тушится. Теперь сюда мы с вами супчик запускаем, естественно, моркову. Морковочку. Пусть наша морковочка тоже хорошенько продушится, проварится. Да не, не жидкие. Еще же фрикадельки будут. Именно организм просит, знаете, вот что-то жидкого. Вот действительно, что-то жидкого. Я все эти супы, пюре, вот это вот мне все настолько, блин, ну, уже надоело, правда. Еще фрикадельки же я добавлю, нормально будет. Так, а ты у меня здесь прям булькаешь так, что аж прям невозможно. Давай еще медленнее. Так, ладно, ребят, мешать ничего не буду. Уже я посолила, я вам говорила, да? Или не говорила? Посолила я, сейчас покажу, какая у меня соль. Я приправки закинула и посолила. Все, больше мы с вами ничего, вот оно пусть тушится до готовности. Все, пусть тушится, добавила лавровый листочек, значит, немножко. Сейчас покажу вам, какая у меня соль. Вот такой я пользуюсь солью. Вот такой пользуюсь солью я посолила. Все, осталось доварить, сейчас скоро будем с вами обедать. Компот дойдет, все. Так, ну все, супчик я уже сюда закинула, лавровый листик. Значит, вот так вот я сейчас немножечко сделаю куркумы. Вот прям совсем немножко. Вот такой вот он у меня от цветности получается. Сейчас мы с вами сюда закинем наши фрикадельки. Они уже могут сюда запросто входить. Так, тихонько, не надо брызгаться. Терпеть не могу, когда соседняя кастрюля обрызгивает рядом стоящую. Все, аккуратненько надо, аккуратненько. Так, сейчас мы с вами посмотрим рагу. Уже оно просит зелени, я насколько понимаю. Аккуратненько. Рядом кастрюльку не запачкать. Так, ну-ка. О, замечательно. Видите? Все, пусть он теперь вот в таком цвете, сейчас вот он у меня хорошенько, морковка еще должна довариться. Пусть варится. Вот так вот. Так, смотрим нашу, нашу рагу. Значит, лавровый лист, я вам всегда говорила, он надолго не идет. В кастрюле его долго оставлять не нужно. Он сейчас свою уже отработал. Все, лаврушку мы убираем. Спасибо ей большое за работу, она уже отработала. Так, я понимаю, что овощи наши готовы. Я прям вижу. Картошка уже прям хорошо отварилась. Все остальные овощи готовы. Ну, хоть маленько я могу помешать сейчас. Нашу рагу. Правда, еще немножко оно у меня... Ну-ка, еще чуть-чуть оно у меня постоит, потому что зелень сейчас я добавлю. Ну, и, конечно же, зелень, ребят, никто ее не запрещает. Пожалуйста, ложите столько, сколько вы считаете нужным. Мы любим зелень, мы ее кушаем с большим удовольствием. Так, все, зелень я... У меня хранится она в холодильнике, в морозилке. Так что я закрываю, чтобы она вся хорошо обшпарилась. Сейчас будем обедать. Все. Сюда в супчик у меня тоже идет зелень, только особенная. Особенная, но пойдет и такая. И пойдет, я во много раз говорила, что я нарезаю, вот, не выкидываю ножки от пучков. Я вот люблю, когда готовлю суп, я обязательно их добавляю. Так, а где моя держалка? Я их добавляю. Вот, вот так вот. Это, конечно же, для запаха, для вкусности. Ну, еще плюс ко всему, еще и добавим зелень. Ну, немножко надо чуть-чуть еще повариться. Чуть-чуть. Так, ну-ка. О! Ммм, да какое все красивенькое, а! Ммм, как все вкусненько, наверное, будет. Ну, посмотрим. Супчик. Уже давно я так хотела супчик, вот именно, знаете, вот жиденький такой. Не пюре. Вот просто вот такого вот, чтобы на... Что-то можно было, знаете, пожевать. Самой что-то пожевать. Так, ну все, ребят, за столом увидимся. Так, ребят, ну все. Супчик наш, значит, так, чуть-чуть поменьше я делаю. Добавляю. Сейчас зелень закрываю. Значит, он у нас уже готов. Сейчас вот я добавлю сюда зеленуху. Так, добавили зеленушки. Все, и закроем сейчас, и пусть он немножечко у нас... Пусть он у нас немножко покипит. Зеленушка должна обдаться. Так, теперь рагу я отключаю. Рагу у меня готово. Абсолютно. Показываю вам. Вот такое вот получилось у меня рагу. Значит, это все готово. Компот у меня готовый. Все. Ребят, суп. Вот прям две секунды. Вот сейчас вот он покипит маленько. Все, вот прям две минутки. Убираю зелень и отключаю. И мы с вами увидимся за столом. Я все буду пробовать. Все свое приготовление. Значит, и все, кто... У кого вынужденная посадка, кто сейчас на данный момент находится... Значит, вот, ну, должны кушать пятым столом, не переживайте. Еда может быть разнообразная. Правда, настолько разнообразная и полезная. Главное, что полезная. Все, мои хорошие. Я супчик отключаю. Я считаю, что он сготовился. Он сейчас немножко постоит, насытится. Естественно, я посолила чуть-чуть. Тоже солите. Но никаких приправ. Приправу вы только видели. Вот куркуму я чуть-чуть добавила. Куркумы. И то чисто для цветности. Значит, лавровый листочек я убираю. Я вам говорила всегда, что лавровые листья, они свое сделали. Вот он покипел, у меня лавровый листочек здесь. И этого достаточно. Он мне здесь абсолютно больше не нужен. Так. А у меня один был, что ли? И один кидал, да? Ну, все, ладно. Все. Пусть постоит немножечко. И сейчас будем обедать. Увидимся за столом. Так, ребят, ну все у нас уже, все у меня готово. Значит, вот такой вот у меня получился супчик. Вот такой вот супчик. Красивая фотка могла бы быть. Сделала фотку. Так, вот такое вот у меня получилось рагу. Ребят, очень довольно-таки тоже оно, ну, красивое, яркое, с грудкой. Ну, все как надо. Ну, что? Что мы? Вот еще, конечно же, сухарик. У меня вот такой тостик. И, конечно же, компотик, который я вот, пожалуйста, наварила тоже на обед. Давайте будем пробовать. Мне кажется, очень даже будет неплохо. Конечно, те, кто, ну, болеют панкреатитом, ребят, что я вам хочу сказать. Вы знаете, что пищу надо кушать теплую, ну, не горячую. Она не должна быть горячей, она должна быть, ну, такая, знаете, чтобы... Я, конечно же, уже все у меня остыло немножко, потому что я специально остудила, делала свои дела. Тут пока, пока оно остывало. Аж все, в рот не попадает, насколько все. Так, ну-ка давайте фрикадельку. Советую. Советую. Я еще раз хочу повторить. У меня есть девочки, которые комментируют. И вот мне говорят, хлеб нельзя, бутерброды нельзя. Ребята, мои хорошие, я не сижу на ди... Вы не поймите, я... У меня не специально, что я села худеть. У меня не такая диета. Пятый стол. В пятом столе можно вчерашний хлеб. Я могу в сумке себе позволить два кусочка хлеба, понимаете? Могу. Подсушенный, подсухареный, сухарики, что-то в таком роде. Я могу это кушать? Так что, еще раз говорю, это не диета, чтобы похудеть к морю, к лету, да, скинуть какие-то килограммы, потом опять... Это пожизненная у меня диета, это панкреатит. Вот те, кто больной панкреатитом, понимаете? Это диета, которая у меня будет пожизненная. И отсюда я пытаюсь вам показать, что она может быть... Вот вы знаете, я тоже прочитала, значит, один комментарий. Ну, сейчас вот в основном нахожусь, знаете, у гастроэнтерологов на канале. Ну, смотрю все это, да, изучаю. И там одна девушка комментарий пишет, она говорит, я только с больницы вышла, ужас такой вообще. Ну, как так питаться? Чем меня там кормили, это вообще ужас. Да как я буду кушать? Да это же вообще, я даже ума не приложу, ведь организму белок нужен. Ведь, ну, можно... Просто можно с ума сойти от такой пищи. Ну, вот самое, что интересно, я вам хочу сказать, что с ума не сойдешь, потому что пища очень разнообразная. Может быть, правильное питание, пожалуйста, и белков достаточно, вы получаете и углеводов, и все, что вам необходимо. Просто надо не лениться готовить. Вот и все. Ну, для себя подсаливайте, у меня немножко недосолено. Я говорю, как бель. Так, давайте, ладно, это не мукбанк, это проба, а я уже подсела здесь, все, мне надо... Ну, тоже быстро, вообще запретили, быстро нельзя кушать. Сейчас с вами попробуем второе блюдо. Я буду обедать. Косточка. Хорошая овощная рагу, правда, очень даже ничего. Ну, там, где тыквочка попадает, вообще вкуснятина. Полюбила тыкву. Так, ну и попробуем, конечно, компотик. Такой, какой надо. Вот такой, какой надо. Вот прям, знаете, и не сильно сладкий, и не кислый. Вот такой вот, вот какой надо. Вот он еще остынет. Я люблю компот холодный. Вот он, когда еще остынет, вообще будет замечательно. Ну, что, мои хорошие, кушайте вкусно. Не переживайте за то, что у кого-то нашли этот панкреатит, желчнокаменная болезнь, панкреатит, поджелудочная, что там еще у нас может быть, гастрит, да. Ну, вот все, все можно, в этой жизни все можно поменять. Ищите плюсы. Готовьте вкусно для своей семьи. Так что, ну, иногда даже, вы знаете, можно и что-то съесть, какой-то шашлычок. Можно себе позволить. Главное, чтобы правильные были у вас лекарства. Всегда по-другой. Но это очень редко. Так, десерта у меня сегодня не будет никакого, потому что у меня десерт будет на полдник. Ну, все, всем пока. Всех обожаю. Может быть, сегодня мы с вами увидимся в прямом эфире, скорее всего. Потому что я сейчас с работы не могу выходить. У меня загруженность такая большая. А сегодня можем поговорить с вами. Пораньше прям выйду, пообщаемся. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok